Дело в том, что в этом году для субсидирования отрасли сельскохозяйства у нас имеется 37,5 миллиардов тенге на растеневацию, более 11 миллиардов тенге, которые практически мы уже выплатили. Это растеневацию на семена около миллиарда тенге, на удешевленную стоимость гербицидов 8,5 миллиардов тенге, которые практически мы уже выплатили. На удешевленную стоимость минеральных удобрений было выделено более 4 миллиардов тенге. Все это мы выплатили уже. На развитие отрасли животноводства было выделено около 6 миллиардов тенге, которые практически еще деньги есть. Да, есть дефицит средств, что порассивно, что по животноводству. Неоднократно мы обращаемся к министерству сельскохозяйства, чтобы они нас поддержали и выделили дополнительные средства на субсидирование с сельскохозяйственного животноводства. На инвестиционные субсидирования было выделено более 8,5 миллиардов тенге, которые мы также выплатили полностью. Это приобретение сельхозтехники, строительство крупных инвестиционных проектов. Если взять даже Макинскую птицефабрику, в этом году она ведется в вторую очередь, будет производить порядка 50 тысяч тонн мяса птицы. На следующий год они будут также расширяться. Это единственный в нашей области, практически в республике, завод по производству мяса птицы. Также у нас еще много проектов, которые запланированы на этот год, на следующий год. Все эти субсидии, естественно, помогают в развитии того или иного направления. Да, есть дефицит, конечно, средств, который, в принципе, об основе руководства, и министерство все знает, но думаю, что на министерство в этом году, как и в прошлом году, поможет. 5 миллиардов тенге министерство сельского хозяйства обещало яичной отрасли. Как вы думаете, получится выделить птицефабрикам эти деньги? Ну, если министерство говорил, то, возможно, они свое слово сдержат. В настоящее время мы в этом году с министерством на развитие животного оса получили 2 миллиарда тенге. Уже у нас было 4,6 выделено. 2 миллиарда нам с министерства выделили дополнительное животное оса, в том числе и на яичное, потому что с начала нового года субсидии на яйцо было отменено, но, тем не менее, его опять восставили, вернули, но норматив чуть снизили в 2 раза. Вот если раньше субсидировали 3 тенге яйцо, сейчас 1,5, потом 1,3 и 1,2, а я 1 тенге. А раньше было 3, 1,5 и 3, 2 и 1 было, сейчас вот чуть-чуть снизилось. Но, тем не менее, также идет поддержка на мясо птицы субсидирования. Ну, пока что туда тоже финансов не хватает, но думаю, что нам и все поможет.